К нам присоединяется Павел Нарожный, военный эксперт, основатель благотворительной организации «Реактивная почта». Павел, здравствуйте, приветствую вас в эфире. Добрый день. Мы видим, что действительно у нас война и полномасштабная агрессия, наибольшая со времен Второй мировой войны, в нашей стране произошла. И вопрос жизни и смерти – это производство оружия, которым мы можем себя защитить. Мы можем на сегодняшний день говорить о том, с какими вызовами Украине пришлось столкнуться, буквально на ходу разрабатывая вот эти виды вооружения? Ну, очевидно, да. То есть все брошено, у нас нет времени на какие-то длительные, глубокие разработки. И поэтому большой, скажем так, удар сделан в направлении переработки того, что есть в больших количествах. Мы уже слышали про переработанные беспилотники «Стриж», которые использовались в первую очередь как цели для испытаний систем ППУ. Потом поняли, что они могут быть носителями, поскольку стоит довольно мощный двигатель и может нести довольно серьезную боеголовку. Именно носились удары довольно глубоко в тыл противника. Речь идет про удары по стратегическим бомбардировщикам Ту-22М в декабре 2022 года. Речь идет про переработку С-200. С-200 – это системы ПВО, которые стояли на вооружении в Украине. Все помнят, был такой скандал, когда Россия с большой вероятностью заставила Кучму взять на себя ответственность за сбитие самолета над Крымом, когда сбили самолет израильский. И тогда это было сделано, собственно, ракетой С-200. Это довольно серьезная разработка с довольно большим радиусом действия, довольно серьезный боеголовок, который он может нести. Это беспилотники, которые разрабатываются. Это в первую очередь беспилотники разведывательные для того, чтобы наносить удары с помощью артиллерии и других видов вооружения, которые есть у нас уже. Это ударные беспилотники. Ну, то, другими словами, очень большой массив разработок ведется, и они не просто ведутся, они уже работают, они наносят удар по противнику. В условиях того, что у нас не так много времени, действительно, нам буквально с конвейера это все приходится в работу запускать, о каком коэффициенте эффективности мы сегодня можем говорить? То есть я так понимаю, что вот это восхищение некоторое, да, которое сегодня в мире говорят о новых видах украинского вооружения, оно как раз и связано с тем, что довольно быстро нам приходится искать вот эти эффективные способы применения старого оружия и его модернизации. Ну, коэффициент довольно-таки серьезный. Взять, например, ту же самую ракету «Нептун». «Нептун» — это в какой-то мере доработка, переработка, переосмысление советской ракеты противокорабельной. Ну, то есть взяли идею, которая была, и реализацию, которая была в Советском Союзе, взяли современную электронику, современные двигатели, ну и сделали очень похожую ракету. Результат — потопленный крейсер «Москва». Двумя, ну там есть разные точки зрения, двумя либо четырьмя ракетами стреляли по крейсеру «Москва». Удар по крейсеру «Александр Бех», который был довольно-таки серьезно поврежден. Снова-таки ракета «Минептун». Вот сейчас была уничтожена установка С-400 в Крыму. Это не просто установка, это Советский Союз его, в смысле Россия его преподносит как советский аналог «Патриота». Это система, которую Россия продает за 1,2 миллиарда долларов. Ну, то есть и стоимость этой системы довольно-таки высокая во всех абсолютно мерках. Ее поразили с большой вероятностью доработанной ракетой «Нептун». Как бы официальных каких-то данных нет, но как бы есть и намеки, которые наши официальные лица в эфире произносят. То есть даже вот эти вот системы, которые в какой-то мере являются переосмыслением или доработкой советских систем, они наносят очень серьезные удары по врагу. При этом остается у нас потребность в помощь от наших иностранных партнеров? Ведь я так понимаю, что то, что мы сейчас можем каким-то образом переосмыслить, модернизировать и произвести, это все-таки недостаточно для того, чтобы нам закрыть наши задачи на фронте и в этой войне. Ну, как сказать? Вот, например, взять те же самые доработки С-200. Ну, очевидно, что Украина просит, ну, тут нет никакой секретной информации, дальнобойные ракеты. Просят ракеты «Воздух-Земля», просят ракеты «Атак МЭС», которые запускаются с «Хаймарса». И С-200 – это в какой-то мере ответ на это. Почему так? Потому что эта система ПВО стояла на вооружении в Украине. И таким, по самым скромным оценкам, есть несколько сотен таких ракет только в Украине, на наших складах. Но, кроме этого, они стояли на вооружении в Чехии, в Словакии, в Словении, в Болгарии и так далее. И тут есть еще один очень интересный разрез. Это ракета жидкостная. Вот это вот жидкое топливо для ракет, оно крайне токсично. И его утилизация, но за него обычно платят деньги. А тут речь идет о том, что Украина, оно с большой вероятностью, просто бесплатно готово принимать эти ракеты и утилизировать их об российские военные объекты. То есть их с большой вероятностью будут отдавать нам бесплатно. Но в то же время они не закрывают полностью потребности в тех ракетах, которые нам могут передать союзники. Ключевая разница состоит в том, что все-таки те ракеты, которые мы просим, это современные ракеты, а не советское добро, которое осталось, которое мы дорабатываем или переосмысливаем. Если сравнивать, например, в С-200 боеголовка 200 килограмм. А боеголовка, например, в ракете «Таурус», с которой мы работаем сейчас нашими союзниками с немцами, это 500 килограмм. То есть она гораздо более точная, более мощная. Если в С-200 это просто боеголовка, которая рассчитана для того, чтобы сбивать самолеты, то есть рядом с самолетом достаточно, чтобы просто взорвалась какая-то боеголовка, и там обломками этой ракеты повредила самолет, то в случае, например, с ракетой «Таурус», это ракета, которая может пробить бетонированный бункер. Там стоит тандемная боеголовка, которая сначала пробивается в бункер, а вторая часть этой боеголовки влетает в середину и уже там взрывается. То есть это, к сожалению, не закрывает все потребности Украины в вооружении. И продолжать надо работать союзниками. Мы продолжаем работать союзниками. Мы видим, что даже есть заинтересованность в том, чтобы на территории Украины производство свое иностранные производители вооружения открывали, наверное, самый яркий пример – это Ryan Metal. Павел, а скажите, мы можем сейчас говорить о том, что могут в нас в дальнейшем, например, видеть наши партнеры-союзники, их производители оружия, никого конкурента на этом рынке? Ну, в определенной мере мы уже есть с конкурентами, в определенной мере. И, конечно же, сейчас большая проблема в том, что мы не можем сейчас ничего экспортировать. То есть то, что Украина производит, это все идет на внутренний рынок. Но вот яркий пример – это ракеты «Стугна-П». Это противотанковая ракета с дальностью до 5 километров. Очень много в интернете есть видеопусков успешных этих ракет, когда они уничтожают самые современные российские танки, там и Т-90, и Т-72 модернизированные и так далее. И на мониторе мы видим арабскую вязь. Это не потому, что наши украинские бойцы хорошо читают на арабском, а потому что эти ракеты, они изначально предполагались идти на экспорт, и в самый последний момент контракты разорвали, но уже все системы управления были модернизированы, приведены на языки, понятные, там, Слуговской Аравии и других странах. Поэтому они довольно так успешно экспортировались. Новые разработки, такие как морские дроны, их конкурентов в мире есть, но не так много. И момент в том, что все эти разработки, они чисто теоретические, они не имели боевого применения, а наши дроны не имеют боевое применение. Поэтому после нашей победы, после того, как мы дойдем на государственную границу Украины, и после этого, когда мы остановим врага, я думаю, мы будем экспортировать какую-то часть наших разработчиков. Какую часть это, о какой части можно говорить? И есть ли уже сейчас, возможно, какие-то заинтересованности? Мы неоднократно слышали о том, что, например, в том же Пентагоне достаточно большой интерес вызывает боевой опыт украинских военных с вооружением. Такая же ситуация? Ну, мне тяжело сказать, какую конкретно заинтересованность. Все-таки я не есть официальным представителем Украинской Борн-Прома, но более чем уверен, что такая заинтересованность есть. Я точно знаю, что представители Пентагона общаются с нашими военными. Я точно знаю, что Пентагон даже об этом официально заявлял о том, что они меняют свои подходы к войне. Например, тут яркий пример, что украинская артиллерия, она используется не так, как она рассматривалась странами НАТО. В НАТО артиллерия предполагается, что она останавливает продвижение противника, фиксирует его, а уже после этого основной удар наносит авиация. У нас, к сожалению, авиации сейчас нет способной это делать. У нас нет 16, у нас нет бомбардировщиков, способных сбрасывать большое количество бомб на врага. Поэтому Пентагон сейчас понимает о том, что артиллерия в какой-то момент может стать основным ударным средством. И вот их точка зрения на артиллерию и на авиацию тоже меняется, и не только Пентагона. Вот яркий пример – это производство боеприпасов. Сейчас Украина отстреливает такое количество артиллерийских боеприпасов, которые все страны НАТО вместе взятые не успевают производить. Ну и при этом Украина относительно небольшая страна с относительно небольшой армией. Поэтому сейчас все страны НАТО работают над тем, чтобы расширить производство ракет, расширить производство артиллерийских боеприпасов, ускорить производство самих стволов. То есть все подходы к войне Украина изменит. Добавим немного конкретики относительно перспектив наших оборонных предприятий. После победы Украины производство дронов станет самой технологичной конкурентной отраслью в мире. Об этом сказал глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щекль. По его словам, все украинские БПЛА, которые закупаются для фронта, проходят испытания в первую очередь под действием РЭП. Послушаем прямую речь и вернемся к обсуждению. Все украинские беспилотные летательные аппараты, которые мы закупаем, проходят испытания в первую очередь под действием РЭП. Поэтому после нашей победы это будет самая технологичная в мире украинская отрасль, которая сможет быть очень конкурентно-экспортной. Иностранные дроны у нас составляют около 20% в закупках. Основная задача – это развитие украинской сферы беспилотной авиации. И на сегодняшний день мы уже имеем около 80 контрактов именно с украинскими производителями. Юрий Щекль, глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в интервью «Голосу Америки». Действительно, мы видим, какую большую роль сейчас беспилотные летательные аппараты играют во время боевых действий. И если опять же говорить о том, как враг адаптируется. То есть и мы адаптируемся, и враг адаптируется к тому, что происходит сейчас на поле боя, к тем видам вооружения, которые есть. Партнеры нас во многом ограничивают. Если говорить о тех же великобойных ракетах, которые не разрешают партнеры использовать по объектам военным на территории России. Но все-таки вот это все, я так понимаю, тоже дает некий импульс для развития нашего военно-промышленного комплекса. В определенной мере, да. То есть у нас нет дальнобойных ракет для того, чтобы ударить по российским аэродромам. Мы используем те же самые дроны-стриж советские, которых нам, можно прямо сказать, не жалко, потому что мы их не покупали, а получили наследство от Советского Союза. Мы используем деревянные дроны. Ну, то есть эта же информация не есть секретная. Это и дроны, которые передавала нам Австралия. Это из большой вероятности дроны, уже сделанные в Украине, которые не могут засечь российские системы радиолокационной разведки. Это дроны-разведчики. Это дроны ударные, такие как тот самый дрон «Бобёр», который из большой вероятности используется для ударов по Москве. Это их неимоверное количество. Это дрон «ЮДЖЕЙ-22», который бомбардировщик, который скидывает, ну, не «Камикадзе», который скидывает боеприпасы, уже бомбардирует конкретные цели. То есть разработок ведется очень много. И повторюсь, это очень условно можно назвать «войной бедных», потому что все-таки Украина не есть богатая страна, но и мы в тех условиях, которые есть, в которых мы ограничены и в денежных ресурсах, и во времени мы очень быстро делаем очень эффективные средства борьбы с российской армией. Все-таки мы можем сейчас говорить о некотором, возможно, конкурентном преимуществе. О чем я? Мы понимаем, что Российская Федерация сейчас находится под санкциям, и многие комплектующие для них недоступны. У нас, я так понимаю, все-таки с этим партнеры нам могут помочь. Да, вот яркий пример – это средства связи. Яркий пример – это антенны GPS, которые в России, с которыми очень плохо. Ну, кроме этого, в России есть такой очень интересный фактор – это негибкость. Украина очень гибкая. Мы какое-то решение находим и очень быстро ставим это дело на вооружение. Российские военкоры жалуются, что мы разработали, это они тоже все-таки… У них есть инженеры, у них есть умные люди. Но есть момент в том, что у них крайне негибкое военное руководство. Когда приходят какие-то разработчики, пробить российскую бюрократию, пробить вот эту толстолобость, это мышление крайне сложно. И даже те… Вспоминается классическое произведение «Левша», когда там есть умный инженер, но дойти вверх до царя он не может. Он гинет, где-то там спивается, где-то в самом низу, и его разработки никуда не доходят. Об этом регулярно пишут российские военкоры, но до высшего руководства российского это дело никак не доходит. То есть даже в этом есть наше преимущество, в нашей гибкости и в нашем желании победить. И в том, что все-таки мы себя защищаем и освобождаем наши территории. И это мотивация, которая действительно нам сейчас помогает идти вперед. Павел, спасибо за то, что к нам присоединились, поделились своими мыслями. Напомню, Павел Нарожный, военный эксперт, основатель благотворительной организации «Реактивная почта» к нам присоединился. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.